Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как раз таки выйдут. Нет, дадим они в блогерах, дадим они в блогерах, послушай, в этих магазинах работали куча людей. Пойдут руки на заводы, на фабрики, на эти самые, в хозяйство, начнут заниматься огородами, и будет у нас все свое, и откажемся мы от этих, блядь, западных, нахуй, продуктов, никому не нужных, шмоток этих и всего остального. Ты больной что ли на голову? Без этого экономика не развивается. Экономика не может развиваться без сотрудничества. Если будет закрыта страна, это все будет, просто жопа. Путин же официально отказался от доллара, и теперь будем с юанем работать, понимаешь? И будем работать с Китаем. А Китай это ведь экономика мира. Будет, да, будет, 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 все будут работать с Китаем. Почему тебе это гейропа, ё-моё? Которая, блядь, кроме оранжевых и пидорасов, там больше никого нету, которые на площади... Ты мне, пожалуйста, больше не звони. Этими самыми серами, масками. Я тебе еще раз говорю, ты мне, пожалуйста, больше не звони. Я надеюсь, что ты, я тебе желаю искренне, чтобы ты вышел живым и здоровым, но у нас разные, у нас разные вообще просто, диаметральная противоположная точка зрения. Где кто-то бил, кто-то не то в голову, блядь. Диаметрально противоположная. Ну, зря ты так. Это все ерунда. Ты просто не представляешь масштаб вообще. Масштаб. Это просто вершина, это вершина той коррупции везде, которая творится, понимаешь? По всей планете, да? Чтобы вас туда послали. Нет, именно конкретно у нас в стране. Конкретно у нас в стране. Это вершина. Что вас туда кинули, направили, понимаешь мне? Это вершина того айсберга. Это уже итог. Его никаким образом обратно не отмотать, к сожалению. Но, в принципе, если бы я здесь честно хочу сказать, если бы у меня были бы свободные бабки, я бы с удовольствием бы отсюда уехала. Потому что ничего хорошего дальше не будет. Ничего хорошего не будет. Время будет всего, все нормально. Не будет. Пока будет эта власть, не будет ничего хорошего. Не будет ничего хорошего. Это кого-то ты там наслушалась и говорила. Начиная от судебной системы, в которой я уже вот 8 лет я работаю, и за этот период времени я столько видела говна, извините меня, когда людей действительно невиновных осуждали, и другим до этого дела не было. И этот бардак, он не только, понимаешь, меня в судебной власти, он везде, он в головах этот бардак. Понимаешь? А разруха – это выбор, чтобы за тебя решали. Вот этот выбор сделали мы, просто промолчав. И что сейчас… Самое интересное, что даже если сейчас люди выйдут, ничего не поменяется, понимаешь? Ничего не поменяется, если будет там митинг выстроить. Ничего не изменится. Абсолютно ничего. А что ты будешь изменить? А тут… Тут надо, ты понимаешь, мне тут надо, я не знаю, как это, это лучше Путир. Ты хочешь, чтобы твой тот бомбили? Я хочу, чтобы вообще было все нормально, и чтобы никого не убивали, понимаешь? У нас там тоже родственники есть. И родственники эти живут под Киевом. Под тем Киевом, которые сейчас бомбят, извини меня, и в осаде держат. И у тебя есть там рус… Слушай, и у тебя есть родственники там тоже. А ты вообще знаешь о их судьбе? Ты зря вот так вот говоришь голословно. Ты очень плохой у тебя язык, понимаешь? И ты много чего не понимаешь. И плохой язык у тебя, зря ты так делаешь. Мой язык – это мои проблемы. Поэтому я тебе говорю, что… Ну не надо так, это самое. Когда у тебя эмоции, я знаю тебя, не первый голос. Когда у тебя эмоции, ты много лишнего говоришь, и ненужного. Поэтому не нужно так делать. За свои слова я готова ответить. Причем подробно, с паролями и ярками. Не понимаешь, отвечать не виноватые. Поэтому как бы не надо так делать. Не виноватых в этой ситуации нет. Да, да, да. Нет в этой ситуации не виноватых. Абсолютно нет. Что, я приезжаю тебе, все. Мозги вправлю его. Что-то у тебя что-то нарушилось непонятное в голове.